Выход картины «Человек-паук. Недопытый домой» на большие экраны произвел огромное впечатление на зрителей. Фанаты и простые зрители ринулись в кинотеатры, чтобы посмотреть, как режиссер Джон Уоттс, вместе с остальными важными продюсерами, оправдываться насчет того, почему пауки менялись. «Недопытый домой» полностью оправдал свои вложенности ства и временно создание самого фильма. И я вам в этом ролике расскажу о событиях и фактах, которые непосредственно повлияли на создание самой картины. И сделал ее такой, как увидела ее аудитория. Или, как сказать, как увидели ее мы. Всем привет, с тобой я Колди. Для начала хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. Ваши лайки и комментарии помогают выводить видео в рекомендации, поэтому не забывайте об этом. Ну и буду вас отвлекать, давайте начнем. При создании фильма «Человек-паук. Недопытый домой» условия Марвел нарастала беспокойство чрезмерно большим бюджетом киноленты в 200 миллионов долларов. С учетом сопутствующих расходов, данная сумма могла вырасти еще на 25%. А это уже совсем неприличные цифры. Разумеется, благодаря огромной фанатской базе, сам фильм «Человек-паук. Недопытый домой» во всех странах сам фильм легко окупился. Поэтому лично я не совсем понимаю, почему они так сильно волновались по этому поводу. Раз уж речь взошла о финансах, необходимо отдельно ставить на прибыли студии. Сбор составил просто шикарную цифру. Полтора миллиарда долларов. И это сделало картину «Человек-паук. Недопытый домой» самой кассовой лентой 2021 года. Разумеется, подобный результат не стал небольшой неожиданностью. Перед премьерой создатели фильма рассчитывали как минимум на миллиард. Стоит сразу говориться, что практически половину суммы картина набрала в США, где культура комиксов развита очень хорошо. Впрочем, наши зрители также не упустили сходить в кинотеатр и понаблюдать за приключениями любимых своих супергероев. Картинка и экшн-составляющая, как всегда, на высшем уровне. Правда, порой они и сейчас обновляют фильм. К примеру, можно привести этот момент. Но вопрос сценария все стараются обходить стороной. Сценарий для актеров был прописан настолько плохо, что актеры не единственные обращают внимание режиссера на глупость собственных реплик. И поэтому сами актеры делали исправление в самом тексте. Как известно, истинные поклонники комиксов ценят злодеев не меньше, чем положительных персонажей. Особенно это утверждение актуально, когда за дело берутся такие мастера, как Джейми Фокс и Альфа Вмалина. Исполнители ролей Электро, Звено Гоблина и Доктор Сминога вернулись к собственным образом, приятно удивив публику. Аудитория пришла в восторг, когда увидел Джейми Фокса в классической версии костюма его персонажа, поскольку синяя вариация была многим не по душе. Вмалина же всерьез занялся собственной физической формой, которую подрастарял. Также ему в этом активно помогала компьютерная графика. А вот Уильм Дефу отметился тем, что повторил знаменитую фразу, ставшую мемом на много лет. Создатели картины сделали ставку на ностальгию и не прогадали. Да, они вернули наших паучков, но добиться содействия всех нужных актеров не удалось. И студии пошли на уловку. Песачный человек и ящер были исключительно воссозданы посредством компьютерных технологий. Если героям было необходимо принять естественную форму, специалисты попросту брали кадры из других фильмов с участием Рис Эйванса и Хэддина Черча. Перед премьерой «Нет пяти домой» ходило немало слухов о сюжете картины. Узнав о наличии альтернативных версий реальности, зрители рассчитывали на привлечение к съемкам прошлых исполнителей роли Чак-паука, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Журналисты буквально терроризировали актеров вопросами, но они держались достаточно стойко. Тоби Магуайр предпочитал отмачиваться и не давать комментарий по поводу своего участия в проекте. При этом он активно приводил себя в порядок, и это не оставалось незамеченным. А вот сам Эндрю Гарфилд искренне уверял окружающих, что он не вернется к своей прошлой роли в грядущем фильме. В «Человеке по кинетаме» было много вырезанных сцен. Это даже можно видеть по концепт-арту. Также была важная сцена с братом Тома Холланда, которая имела смысловую нагрузку. Но получилось так, что картины пришлось сократить, и все идеи и некоторые воплощенные уже сцены были вырезаны. Я хотел привести актера Тома Хэнкса, который поправился на 23 килограмма для съемок фильма «Большая земля», а потом похудел на 25 килограмм. Несмотря на юный возраст, актер Том Холланд стал невероятно востребован. После исполнения роли Человека-паука в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Том начал сниматься через 2 дня после своего заключенного дубля в ленте «Uncharted». Можно только представить, как сложно собрать у себя в голове нового образа такое короткое время. Однако Холланд справился со своей задачей. Хотя когда я смотрю на постер «Uncharted», мне он напоминает старый постер Человек-паука. И порой мне кажется, что постер полностью с него скопирован. Удивительно, но фильма «Человек-паук. Нет пути домой» могло вовсе и не быть. Многие слышали, что студия Марвел и Сони на протяжении долгого времени делили персонажа. Перед съемками студии опять разошлись во мнениях. И разорвали очередное соглашение, где вмешался Том Холланд, который страстно желал реализовать грядущий проект. И буквально заставил руководителей вновь сесть за стол переговоров. Временный компромисс был найден, и мы получили возможность вновь наследиться приключениями персонажа. Спасибо тебе огромное за просмотр. С тобой был я, Колди. Еще увидимся.